Мы с Сирилем Алексеевичем Передаю вам привет, то бишь здрасте. Выехали опять, сейчас у нас будет новая веха в нашей жизни. У нас раньше любимый магазин был Home Depot какое-то время. Теперь у нас любимый магазин автозапчастей О'Райли. В общем, у Юры там какой-то новый список того, что надо купить. А мне надо заехать в Walmart. Но это там все в одной примерно стороне, поэтому заедем и туда, и туда. Короче, Юре уже теперь нужен паяльник. Паяльник это у нас еще нет. Но, как говорится, еще не вечер будет паяльник. Юрий, сегодня нам еще надо с тобой пожарить мясо. Ребрышки бараньим. Потому что завтра уже у нас начнется ремонт крыши. И, соответственно, грилем пользоваться будет нельзя, скорее всего. Потому что там будет, короче говоря, разгром. Надо будет все сдвигать. Ну, естественно, гриль мы не будем убирать с веранды. Но придется его там отодвинуть, закрыть, короче говоря, так, чтобы на него ничего не уронили. Вот. И чтобы он не мешался. Так что вот такие вот у нас дела на сегодня. Я вам там еще распакую сегодня две вещи, которые пришли. Это тоже для дома. Полезные штуки. Для тех, кто уезжает в отпуск из дома, ну, или куда-то уезжает, короче говоря, на длительное время. Ну, не на месяц, но на пару-тройку недель. И им надо, чтобы у них цветочки выжили. Вот я буду испытывать. Я заранее все это сделаю. Во всяком случае, для домашних цветочков. Предпособление. И посмотрим, насколько их хватает. Для того, чтобы понять, может быть, надо будет две, я не знаю, воткнуть эти штуки в один горшок. Это вариант. Ну, у меня у тебя жена. Так что вот так вот. Такие у нас планы на сегодня. Ребята, у нас скоро будет автомастерская на дому. Какие-то уже приспособления пошли. Нет. Необычные. Что тут крутится? Торк. Это чтобы это от этого слова, это торкнуло, тебя торкнуло? Да, да. Да? Наверное. Это, короче, какой-то ключ или что это? Торк. Смотри, Юр, тут есть эти кусачки. Маленькие такие, хорошенькие. 22 доллара на борт целый. У нас опять поиски заклепочек. Ну, со вчерашнего дня я не вижу, чтобы они их пополнили. Ну, эти подойдут, да? Нормально. Ну, давай тогда. Следующий. Следующий пункт в нашем меню. Да, их тут есть всякие, но бампер ретейнерс. Но тут не написано даже, какой бренд. Вот этот. Немножко не тем. Ну, ладно. Окей, короче. У нас, кстати, бренд, не бренд, а этот. Или какой машина. Они, видите, тут подписаны некоторые. Додж, Хонда, Джен. Все, нормально. Сейчас эти подойдут. Окей. Ойлдфильтр мы вот этот вот. Да, вот этот, 251А. Подожди, подожди, подожди. Может, перепроверим? Ну, давай. Не 250. Я помню, что-то было. Я помню, С было. 41 или 47, что-то такое. Вот, смотри. А, этот мобил, да. С тяжкой. А, да. Мобил, да. А я вот этот вот у меня. Да, вот Xp был. Да. Ну, я думаю, мобил попал бы. Без разницы, мне кажется. Давай перепроверим. Да. Тут вот каталог есть, и там указаны, какие фильтры. У каких машин, какого года. Так. Вот, 14-й TC. 251А. Вот он, да. Вот наш год. А, ну, да. Он такой же. Да, да, да. Там 11, 251А. Ну, смотри, у этого тоже такая же. У ФРСа такая же. Да, да. Давай проверим, что здесь все есть. Так. Все, я не знаю, что должно быть. Это штука есть, я знаю, да. 20 баксов стоит. Да. То есть 20 баксов масло и 20 баксов фильтр. Обалдеть. Вот и вся замена. Да, две резиночки. Какой-нибудь там не надо. Не-не-не, ну, еще для чего-нибудь. А, нет. Все. Окей. Ну, тебе надо еще будет вот эту какую-нибудь фигню там. Поддон. Я это все взял. Ну, это все разовое, видишь. Вот это расходники, а то ты на один раз покупаешь. На один раз? Ну, в смысле. Ты их мыть будешь? Один раз покупаешь. Ну, да. А. Ну, в смысле, там берется такая канистра, в которой масло собирается и... А куда ты потом это масло будешь делать? Сюда. В магазин привозишь и сливаешь. Понятно. Это вот шкурка с основой такой. Ну, вот, чтобы было удобно. Зашкуривать что-то? Да, да, да. Вот. Я думаю, вот такую, да, тут три шкурки. А, нет, больше шкурок в комплекте, да? Хорошо. Я потом расскажу, сколько эти развлечения сегодня стоят. Тридцать баксов вот эта фигня стоит. Не можешь же быть. Не, наверное, вот, will. Скорее всего, пятнадцать. Но это стоит восемнадцать. Или это не то? Сендинг-саппорт. Интересно, здесь только... Для полировки. Да. А здесь другое. Да, вот здесь нормально. Да, значит, это не для дрели. Да, для чего? Ну, для специальной машинки. Такой штуки, да. Да, специальная машинка. Так что тебе это не подходит. Блин. Тут вот набор есть, смотри. Разного размера. Тебе тут не надо? Ну, мне два, я думаю, хватит. Ну, хватит все, два, три, два. Шпатели, смотрите, какие пластиковые. Мне как будто бы резиновые немножко. Прорезиненные, мягкий пластик. Вот есть. Вот. Да, нормально. Это этот. Да, вот такой у них. А как это называется? Паяльник. Паяльник. А вот это что такое? Это какая-то отвертка. Это штука для вставления провода. А вот это что такое? Боже мой. Это проверять проводку? Это вольфольт и четыре. Боже мой. Ну, это не четыре. На сайте написано было четыре, а тут их один. Да. Ну, может быть, там у них какие-то есть еще. Один? Ума. Не, может быть, еще где-то есть. Вот, вот это тебе не надо? Да, да, нужно. А у нас, кажется, есть такие, нет? Я не помню. Мне кажется, у нас, по-моему, у нас есть такие дома. Я не помню, помню. Мы такие покупали для чего-то, для того, чтобы... А, знаешь, для чего, по-моему? Для того, чтобы что-то вешать, какие-то эти... Фонарики, что ли, цеплять. Я не помню, есть ли они, поэтому возьмем просто вот так. Нормально. Так. Окей. И последняя вещь. Давай. Не поверите, еще какие-то ключи тут, мне кажется. Какие здесь есть? У нас половина такого, мне кажется, есть. Из вот этого набора. Нет, ну, видишь, он с маленьким драйвером. Я не смогу... Он вот дырка. Здесь вот, видишь, 13, мне нужно 14. Мне нужно 14, чтобы отключить этот клапан. Так, я просто хочу посмотреть. Да. А, вот здесь написано. Метрик. 10, 11, 12, 12, 14, 15, 12, 18. Отлично. Подожди, может быть, ведь такой не надо. Вот, смотри, тут есть еще. Да, но мне нужно с удлинителем. Вот здесь удлинитель есть. Причем два разных. Отличная вещь. И коробочка, чтобы не болталось все. Все, нормально. Тихо. Вот удлинители, смотри. Какие всякие. Ну, то есть, ты можешь взять удлинитель, только и одну эту. А потом подавится другого размера. Пойду докупать, и она будет все рос и валяться. Да, это и так будет валяться. И так будет валяться. 22. У нас 202 доллара покупок. Вчера 120. Вчера 120. Видите, у нас какое новое развлечение у папы? Ну, все. Хобби. Вроде все. Купить все. Вроде больше ничего не надо. Гараж еще не весь заполнен инструментами у нас. Дали коробочку, говорю. В Коска же есть коробки для того, чтобы грузить туда продукты? Вот, пожалуйста, у нас от какого-то опел чего-то. Короче. Давно мы уже не были в Омарсе, да, Юрий? Ты 100 лет, но я чуть меньше, в 90 примерно. Но уже тоже давно. Сегодня еще выходной. Народу здесь просто полная парковка. Какие-то странные эти. Это что, как гуакамоле делать, что ли? Сальса. Для сальсы. Вот такие чашечки с ножками. 98 центов, что ли, стоит. Смотри. Для сальсы. А, да? Да, представляешь? Написано. Интересно. Я хотела взять шпинат, но не так, чтобы прям много. Вот, я думаю, вот этот мне подойдет. 2,18. Так. Ой, что-то он такой мертвенький. Мертвенький куличок, какой-то уже подвявший, что ли. Ну, ладно. Вот этот более-менее. Почем он? Ну, что, 98 центов. Редиску я не нашла. Мак-н-чиз. Пойдем посмотрим, если вдруг. Я, кстати, еще хотела, думала, может быть, какой-нибудь колбасы здесь взять для крошки, баллоньи, типа. Да. Но, я не знаю, бывает здесь такая, которая нам нужна. Тут вот всякая порезанная, а я хочу, которая куском. Класс. Вот, видишь, это баллоньи с курицей, этим, свининой. Так, они порезаны, походу, может быть, где-то вот в сосисках. Вряд ли, да? Сосиски, кстати говоря, тоже могут, как колбаса, выступать в такой роли. Да, но вот это просто врач. Сосиски? Да. Ну, там такие они, честно говоря, невкусные. Нет, врачи, врачи раньше. Раньше брали, но... Да, можно польские брать, вот эти. Или какие там были. Надо именно, чтобы они обычные были, говяжьи. Это что такое? Это какое-то свиное. А, понятно. Сосиска свиная. Толстая? У меня? Классик. Классик, а это толсто. Вот, надо толсто нарезать. Да, давай сравним. А, да, действительно. Это потолще нарезано. Ну, вот. Так, а подожди, из чего она? А, тоже с курицей и со свининой. Ну, наверное, полония другая тоже такая же. Ну, имеется в виду, это, как ее, докторская колбаса, из чего думаешь делается? Она же не только из говядины делается, наверное. Наверное. Так, ладно, сколько? Тут, так, август, второе. Один, этот. Ну, то же самое. Так, она стоит сколько? А, доллар восемьдесят четыре, что ли? Да. Что тебе? Так, вот мне еще что надо. Картошку, пюрешку. Какая-то новая, что ли. А, ну, это какой-то другой фирмы. Мы берем вот эту. И она классная. Так. Вот они в большей упаковке. Ну, я имею в виду, что она несколько. Доллар пятьдесят два стоит. Бывают такие вот коробки большие, но чё-то нету. Вот это нам надо. Так, и еще надо Лешины. Да, они это совсем. А чё с ними? Они, по-моему, просто откачаны. Вот. Лешины надо еще. Лешины, видишь? А эти такие подушечки... Крейвс. Крейвс, да. Крейвс, чё-то не вижу. Чё, не сказал Краус. Были раньше. В общем, там в коробочке. Ну, сейчас что-то нету. Вот есть вот такие. А большой нету такой. А, это и есть Фамилия Сасс, да? Пять сорок восемь. Чё есть и инстаграмм. Да. Вот. А, ну, может, мы по стабильному здесь ездим? Ну, это когда мы туда поедем? Ну, вон, давай большие, да, возьмем. Есть, смотри, еще лоу-содиум. Да. А еще есть... Ну, они маленькие там еще. А тут нормально. Окей. Пять тридцать... Пять двадцать три, да, стоит? Еще бывает он в таких вот бутылках. Вот этот, наверное. Удобный оттенок. Ну, да. Ладно, окей. Есть, действительно, есть, к примеру, маленькие, а есть обычные. Остренькая будет. Острая Кока-кола. Мы такую пробовали когда-нибудь? Может, позвел? Только надо не... Только не надо... Она с сахарозаменителем. А, наверное, есть без сахарозаменителя. Неудача, неудача, ребята. А вот. Десять штук. Там десять штук какой-нибудь. Если не понравится. Подожди, а вот такие есть? Маленькие. Есть по шесть, да. Но есть... Не вижу спайс. Представляете, острая Кока-кола. Давай рассмотрим состав. Давай. Что-то острое. Чили, перец, наверное. Смотри, реально спайс. Ну-ка. Жесть. Или, может, какая-нибудь корица. А, подожди, вкус какой-то. Разбери. Это малиновое. Так. Что здесь в качестве спайса? Непонятно. Непонятно. Состав в водах. Сахар. Кукурузный сироп. Карамельный цвет. Фосфоровая кислота. Ладно, а что здесь? Натуральный ароматизатор кофеин. Все. Подожди, а где? Ничего не сказано про какие-нибудь спайсы. А почему-то, да, она... Не знаю. Видимо, все в ароматизаторах. В ароматизаторах? Да. Понятно. Ну, если бы где-то было бы чуть-чуть, да, вот взять вот так вот. А то целую десять штук, потом невкусно выкинуть. Юра даже сюда. Это такая же, похожая. Ну, поменьше все это. Но не хватает запчастей. Да. Вот шопы. Это для того, чтобы масло сливать, да, я так понимаю? А, может быть, подожди, может она работает так? Нет. Да. Так не работает. А, черт, кто-то скрутил, представляешь? Ну, или на складе потеряли. Вон, смотри, Юрий. Что? О! Спасибо. Развлекайся. Развлекайся. Сейчас он залезет на полку, видите? Опа. Так, надо проверить, что все окей. Вот крутилка эта есть. Криво, кстати, накручено. Она сама по себе, видишь, как-то криво приклеена. Криво, что ж такое? Ну, я что-то хотела, 10 долларов это стоит, 11. Да, давай, вон, ты попробуем. Она тоже такая же, мне кажется. Точно такая же. Кривая. Нет, ровненько накручена вроде. Да. Это мне больше нравится. Все. Готово. Да. Уж. Сделано в Америке, написано. Да, патриотизм. Представляешь? Ура. Называется «Поддержим отечественного производителя». Так, мы ищем какие-то, это, там коробочка должна быть. Это равиоли, это макароны, грубо говоря, пирожки. А это, Макс хочет какие-то мак-н-чиз. Запеченные. Но мы что-то не можем найти. Они, короче говоря, в таких, знаете, как булочки сделаны. Я тоже не вижу. Вот этой фирмы. А, нет, это другой фирмы, да? Да. В общем, не нашли. Не судьба. Вот знаешь, что мы не взяли? Сумочки надо было из этого взять. Куда все это грузить. Да. Ну ладно, я вам не знаю. Нет, мы можем прям с тележкой поехать. А, ну да. Вообще-то. Да. На 61 доллар. Это все твоя канистра, Юрий. На канистра 10 долларов. А, 13. Видишь? Одна четвертая покупки, это твоя канистра. Там 10 долларов, наверное, на канистра. Да, вот так вот. Все врут, все врут. 27 градусов у нас сегодня. Тепличко, тепличко. 27 сейчас. Ну, хорошо. В магазине, правда, прям холодно. И мы в Trader Joe's приехали. За мак и мчиз. Если они, конечно, тут есть. Потому что их сейчас разбирают. Посмотри, какая красота. Во-первых, смотри, какая черешня здесь продается. Черешня 8 долларов стоит. 7 с половиной. Да, причем это маленькая. Это небольшая как в Коско. 10 килограмм клубники. 4 фунта, 2 килограмма. 10 долларов стоит. Голубика 8 долларов. Тоже, смотрите, в два раза больше килограмм почти голубики. Я хотела посмотреть, что вот это. А, это сливы. А, это, знаете, абрикосы со сливами. Вот здесь персики можно взять. А мы у нас здесь персики. Да. Я вот смотрю, здесь абрикосы есть. Но что-то их прям мало. 3 доллара стоят. Полакомиться. Жирные персики 4 штуки, 4 доллара. По доллару. Посмотрите, какие прелестные тут пионы продают. Смотрите, есть вообще закрытые-закрытые. Они раскроются. С другой стороны, они дольше простоят, наверное. А вот есть раскрытые. Есть вот начинающие. Начинающие. А тут мало. А их мало, не так. Их так 5. Везде 5. Надо же, нечетное количество здесь первый раз. А это, потому что ветка такая. Наверное. Вот, смотри, есть тоже. Тоже 5, да? Вот есть какие-то другого цвета. Да. Смотри, какие. Белые. Белые, да, вот. Ладно. Какие-нибудь вот такие. А, написано 5 стен. Видишь? Да. По 5 отправили. Да. Какие-нибудь вот такие. Ну вот. Или хоть и неизвестно, да, как они откроются. Ну, наверное, нормально откроются. Да, они выйдут. Вот это какой-то маленький, мне кажется, будет совсем. Такие надо хорошие головёшки взять. Чтоб головёшки были хорошие. Да. Яки. Яки хорошие. Пахнут они уже. Ну, давай какие-нибудь возьмём. Так. Вот здесь редиска. Разноцветная. Я крошку купила. Наверное, таких 2 надо взять. 3 доллара стоит. Хлеб. Бейк. Ну, кстати говоря, может быть. Короче, в Коско пропал хлеб. А он без ничего? Да. Ну, это какой-то... Артистин. Соу, батарки. Да? Да. Нету ничего такого. А это с гарликом, да? С этим? С чесноком. А, ну, да. Это другое совсем. Да. А ещё есть вот такие чабата. Можно взять вот этот хлеб. И можно взять вот этот обычный чабата и посмотреть, да. Да, 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 да. Чтобы ему дать попробовать. Вова у нас, короче, хочет жёсткий хлеб, понимаете? Вот, грязь ему не подходит. Так, возьму чабата и возьму, короче. Давай цветы просто так-нибудь, чтобы они сломались. Маканчиз. Вот они, любимые. Давай 2, давай 4 возьмём их, чтобы... Потому что, думаю, их всего 8 штучек, по-моему, в одной упаковке. Не, я хотел... Давай. Всё? Они вкусные. А, это спайси. А, спайси мисо. А бывает, наверное, такой мисо. Вот мисо, вот обычный. Это Вова любит такого вкуса. А это чикен. Это тоже мисо. Ну, немножко другой такой. Давай лучше. Да. Ну, это, короче, надо поехать в трейдер джо. Ой, в трейдер джо. Коска для бизнеса. Сверхачий соус. Ну, да, такая тоже немаленькая. 4 доллара, да, стоя. Ну, зато не 2 их тут. А? Зато их не 2. А там по чём было? А там, не помню, по чём было, но я помню, что их 2 было. Ну, ладно. Хороший состав. Большой состав. Но там это... Вроде ничего страшного нету, да? Или есть. Я думаю, знаешь что, можно её в окрошку добавлять. С окрошкой тоже даже вкусно может быть. Вот такие печеньки мы у Нади ели. Это кейлайм. Лаймовые. Да? Ты ел же его. Мы 2 раза у них вымы, 2 раза их ели. Я не праву. Почему? Не знаю. Они прикольные. Они прям лимонные-лимонные. Но они такие маленькие прям. Посмотрела я на... Короче, налог... Ни на что нету, да? Кроме как на цветы. На пионы. 94 цента. На продукты. Налог у нас 9,375% в Калифорнии. Да, короче, на продукты нету, а вот на цветы, видите, почти доллар налога. Дорогие пионы, слушайте. 5 штучек всего 11 долларов стоит, грубо говоря. Так, ребята, у нас сегодня будет баранинка. Сейчас я еще кукурузку сделаю. Здесь я взяла грибочки, я в них налила соус, такой соевый соус, там с кунжутом, с чем-то еще, в общем говоря, вкусный. Чуть-чуть, типа замариновала. И здесь там тоже всякие специи. Паприка и соль, и перец, и овощи на гриле будут. Все на гриле будет. Сейчас помидорки еще помоем, тоже посыпаю их, наверное, базиликом или чем-нибудь прованскими травами итальянскими. Как думаешь, столько помидоров хватит тебе? Так, посолили, поперчили. В принципе говоря, хуже мелится, чем соль. Слишком крупно, что ли. И у меня здесь прованские травы, тоже очень классные, на гриль. Вообще супер. Ой, чуть-чуть переборщила. Ладно, нормально. Когда две руки заняты, надо уметь снимать. Представляешь, способностями обладать такими. Класс. Надо-надо, тут масла нету, надо побрызгать маслом. Вот тут я побрызгал, а вот тут забыл. А тебе с маслом, кстати говоря. С оливковым. Ты прямо их побрызгай вместе с ними. Ну сейчас я сначала. С другой стороны они что-ли будут жариться? Да, я потом их переверну. Да, да, вот так. Слай, ты что? Фаршоу. Жгите, Юрий, жгите. Я правда не знаю, посолились они? Да, посолились. Так. По-моему, эта приправа не очень соленая. Что-то это батари не... Барашки. Ну, я решила разнообразить. Это что же это? Из разряда батари. Только, по-моему, с паприкой. Дополнительно. Сегодня жарко, да? Жарить. Ну, лучше, чем во Флориде. Люди там даже на балконе особо ничего не делают. На патио, потому что... Или ближе к ночи. Потому что дышать нечем. У нас еще ничего. 26 градусов. Но ветерочек есть. Ветерочек, конечно, спасает. Да? Да. Прям. Да. Я вот думаю, соседи не убрали. Смотри, вон цветы на балконе. Вот, мне кажется, им они могут попортить. А мало ли, может, что-нибудь упадет. Кидать-то, может, и не будут. Все? Да. Уже почти готово. Да, да. Угу. Запах передается? Вот так вот передается. Алеш, у нас первый раз пробует грибы. Ну, давай. Не бойся. Они не горячие, уже давно остыли. Давай, не умрешь. Давай. Что? Это не то, что ты ожидал? Что? Невкусно? Нет? Грибы мало кто любит вообще. Все равно, да, проглотил. Не волнуйся, не отравишься. Ох, ребята, это божественный, просто божественный. У нас сегодня ужин. Грибочков сейчас еще положу. Дети уже похватали. Юрий, ты где? Жаришь себе эксклюзивно? Да. Да. Слишком просто. Угу. Пришлось дать. Угу. Красота, короче. Приятного нам аппетита. Хотела показать. Вот эту приправу я использовала для баранины. И она вкусная. Санта-Мария называется. Тут травы какие-то и паприка. В общем, здесь соль, чеснок, сахар, лук, все сушеная паприка, рисовый концентрат, подсолнечное масло. Это как ее, цитритейсит, лимонная кислота, да? Угу. Чили. Тут еще чили есть. Лимонное масло, паприки, экстракт. Ну, в общем, она не острая, да. Потому что все паприка. Тут, по-моему, даже перца обычного нету. А, чили, пеппер, да, чили. Ну, она не острая, хорошая, в общем говоря. О-о-о-о, у нас тут опять, у нас тут опять закрытие сезона. Сезона патио. Слушай, а что нам со стульями делать? Тут у нас такая сетка пыльная. Как думаешь? Можно их отодвинуть, может, туда, да, наверное? К стеночке. Юрий Алексеевич, видите, всю грязную работу делает в фартуке. А че не это? Шапку, подожди, шапку надо еще надеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok